Всем привет, меня зовут Лебезов Александр, я являюсь мастером спорта по самбо и дедам. Сегодня мы с вами рассмотрим бросок в церкви изнутри одноименной ногой. Для выполнения мне нужно два захвата. Рукав и один захват на корпусе. Мне нравится держать двусторонний отворот. Далее, вы должны обязательно загрузить его одну сторону, ту ногу, которую вы будете обязательно выбивать зацепом. И в момент вот этой вот тяги вы должны сделать широкий шаг нижней ногой под него, так, чтобы у вас колено вышло за него. То есть вы делаете раз и широкий шаг. При этом нога на ковер, которая будет делать зацеп, нога, она не ставится. Она сразу делает зацеп. Тем самым выбиваю его ногу и гружу я его дальше в направлении падения. То есть и получается за счет этого сам бросок. То есть я его начинаю грузить, делаю подшагивание, выношу ногу, убиваю ее и контролирую уже падение. Держим руку, держим отворот. Руку выводим чуть-чуть в сторону и вниз. Давим ее вниз. Затягиваем. Захват за отворот, значит, то же самое. Я его загружаю на дальнюю ногу, на ногу, на которую я буду в перспективе выбивать локоточек и его локтю. Спина обязательно прямая. Не заваливаемся вниз. Загрузили с шагом. И одновременно с этим движением я уже буду делать, выбив непосредственно сам зацеп. Движение ног заключается в следующем. То есть я должен максимально близко пододвинуть свой таз под его таз с широким шагом. Колено у меня должно вылететь за него. Ноги обязательно согнутые. То есть я делаю подшагивание к своей ноге. Дальняя у меня нога получается толчковой. И за счет этого я должен вылететь глубоко под него. Обязательно с прямой спиной, не сгибаясь вниз. И дальше я ногу эту не ставлю на ковер, а должен ее сразу же выбить. Выбить должен своей коленью, своей икроножной мышцей, как можно ближе к его пятке. Пяткой движение вперед. То есть я пяточку разворачиваю на себя. Вот сюда вот я ножку эту выбиваю. Основными ошибками при выполнении зацепа изнутри одноименной ногой является несколько моментов. Если вы начинаете бросок делать издалека, не доходите до него, не дошагиваете, то вам далеко тянутся до ноги. То есть у вас не будет ресурса, чтобы эту ногу выбить. То есть тем самым вы потянетесь за ногой и вас просто-напросто развернут. Далее, то есть неправильная работа рук. Некоторые новички вместо того, чтобы грузить его на ногу, которую вы будете выбивать, просто-напросто толкаете его назад. То есть происходит что? Я начинаю вот толкать назад, цепляюсь. И в этот момент он меня может легко развернуть и преследовать в квартале. То есть на ногу надо обязательно ее загрузить, чтобы он не сделал этой ногой шаг назад. То есть я гружу и могу хорошо зацепиться. Если я ее просто толкаю назад, опять же дистанция большая, ногу убираю. И еще ошибкой может являться постановка моей ноги, которой я уже буду делать зацеп. То есть я, если ноги не подсогну, не подсяду под него, то есть на прямых ногах буду делать, я буду ногу зацеплять слишком высоко. Тем самым он будет меня полностью контролировать. И мне ногу тяжело будет выбить. Я должен обязательно подсесть, обязательно войти плотно. Если я подсяду низко, соответственно ногу я зацеплю низко. Выбью ее. Если вы зайдете туда на прямых ногах, вам тяжело будет просто-напросто даже эту ногу зацепить. Подготовить этот бросок можно несколькими способами. Заставить сделать его шаг, нужный нам ногой, на меня. То есть я подергиваю его за руку, заставляю его сделать шаг. Бросок нужно начинать в тот момент, пока он желательно не поставил ногу. То есть чтобы его нога вставала и я ее в опору уже выбивал. То есть я его раз и сразу же вхожу на движение. Я начинаю делать тягу рукой и уже, уже вхожу на движение. Вхожу в бросок. А также, если у меня соперник стоит фронтально, или убрал таз далеко, немножечко подсогнулся, я могу показать бросок вперед. Показываю бросок вперед, а соперник у меня тем самым оседает назад. То есть он согнулся у меня, я его показываю вперед. Да, вот он осел, центр тяжести у него сместился назад. И в этот момент я уже могу входить на этот бросок. То есть мы боремся, боремся. Я ему показываю вперед и одновременно сразу же делаю зацеп. Рывок вперед. Движение. С вами был Александр Лебезов. Подписывайтесь на канал Blood & Sweat. Занимайтесь борьбой. Учитесь друг у друга. И не прекращайте тренироваться. Бросок начинается с захвата. Мне обязательно нужен край рукава и отворот. Не советую брать плотный захват, захват на спине или ворот, потому что язычная плотность может вас ограничить во время... Субтитры создавал DimaTorzok